Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Жилищно-коммунальное хозяйство без преувеличения можно назвать важнейшей отраслью жизнеобеспечения людей. Помимо того, что благодаря коммунальщикам городские жители обеспечены теплом, водой, городским транспортом, коммунальщики занимаются и благоустройством городских территорий, освещением улиц, озеленением, ремонтом дорог, уборкой и вывозом мусора. И это еще не полный список всего того, что делают сотрудники УЖКХ. Сегодня у нас в гостях начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы Магомедов Шамиль Ахмедович. Здравствуйте! Здравствуйте! Шамиль Ахмедович, ну понятно, что без управления жилищного хозяйства невозможно представить себе функционирование города и нормальную жизнь населения. Но труд коммунальщиков всегда был трудный. Расскажите, с какими трудностями сталкивается трудовой коллектив вашего управления, выполняя свою работу? Про трудности говорить можно долго и много, так как вы понимаете, что город Махачкала очень давно, не одно десятилетие, в принципе, не проводились работы капитального характера по замене, в первую очередь, конечно, сетей водопроводных, электрических, в том числе и газовых в какой-то степени. И ресурс данных сетей, конечно, он уже практически на исходе. Вы сами обратили внимание, что в городе очень много раскопок. Откуда эти раскопки происходят, вы, наверное, понимаете, что постоянные утечки, проблемы с кабелями электрическими. После чего, что с устанавливающей организацией, чтобы устранить какую-то утечку или заменить разрезы кабеля, проводят раскопки, портят асфальт-дорожное покрытие, не восстанавливают после этих работ, хотя обязаны это делать. Мы стараемся в своей работе достигнуть максимального показателя в качестве дорог, учитывая то, что мы реализуем программу безопасной качественной автомобильной дороги. Исходя из того, что после проведения этих работ по замене, по ремонту, по восстановлению асфальтного покрытия, буквально через какое-то время, месяц-два, мы видим новую раскопку, чтобы произошла утечка. Сети уже практически изношены где-то процентом на 70-80, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Поэтому, в первую очередь, конечно, чтобы нормальная услуга коммунально доходила до потребителя, до населения, в первую очередь, конечно, необходимо капитально провести работу по замене этих сетей. А почему не производится эта работа? На сегодняшний день все практически ресурсно-набжающие организации находятся в частных руках. Вы на них прекрасно понимаете. И многие из них в состоянии банкротства. Ссылаясь на то, что финансов нет на проведение глобальных работ, обходятся мелким ремонтом, который, в принципе, хватает его ненадолго. Латают дыры. Латают дыры, да, образно говоря. И из-за чего, что сегодня залатали там, завтра она потекла чуть дальше или что-то еще. Вот в связи с этим получается, что у нас, в принципе, должны быть нормальные, идеальные дороги. Ну, ямочность высокая из-за этого. По причине того, что если бы еще и своевременно все это устранялось после себя, после предъявления этих работ, чтобы они еще нормативное состояние приводили в свои участки. Может быть, так заметно бы не было, но по факту увидите, что происходит. Есть такая проблема. Ну, я считаю, что эта проблема первоочередная, потому что в рамках определенных программ и полномочий города нами проводится работа по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств, приведение дорог, муниципального значения, местного значения, нормативное состояние. Эта работа проводится, и работа объемная, глобальная. Ну, хотелось бы, конечно, в первую очередь, чтобы сетевое хозяйство было в нормативном состоянии. Вот это, я считаю, основная проблема, в первую очередь, на сегодняшний день системы лично-коммунального хозяйства города Махачкалы. А вот на ваш взгляд, что самое важное в вашей работе? Чтобы граждане, жители этого города были довольны качеством коммунальных услуг, качеством дорог, качеством общественных пространств, дворовых территорий. Ну, это, в первую очередь, конечно, основная задача. А сегодня, как вы думаете, жители довольны? Ну, если считать процентом отношений, я даже не могу сказать. Кто-то доволен, кто-то, конечно, не очень, потому что сил и средств на все не хватает, все сделать сразу. Прекрасно видите и понимаете, сколько лет этот город, в принципе, никаких работ не вкладывалось, ничего не делалось. И то, что старается сейчас наш глава города, мы по его поручениям пытаемся все эти работы выполнять. И какой-то внешний облик нашего города придать ему более современный вид. Навести порядок. Конечно, конечно. А кто курирует работу в ЖКХ? Ну, непосредственно мое управление. Работу курирует, конечно, курирует заместитель. Но, я вам так скажу, вы, наверное, знаете, что Солом Агадяевич, он сам в системе ЖКХ, он и работал, и специалист сильный в этом направлении. И мы лично сами, он иниструировал все обходы, все проблемы города. Для него это все очень хорошо известно и знакомо. В этом плане, конечно, большая поддержка есть с его стороны, потому что когда человек понимает, руководитель понимает то, что должно быть здесь, там многого стоит. Может и контролировать. Конечно. Само собой контролирует он-то. И поручения дают, которые, может быть, мы не доглядели или что-то еще, по мере того, что объем работы большой, и город большой, и проблемный, который разрастается. У нас сколько поселков вокруг, которые тоже стараемся благоустраивать, там и дороги делать, и какие-то скверы, парки для людей, чтобы... Ну, и само собой, конечно, в первую очередь, конечно, это все сталкивается, упирается в финансирование. Чем больше объем. Ну, да, можно сказать, так хотелось бы большего, конечно, чтобы эти работы могли проводиться более глобально, объемно, да, чтобы количество удовольствия населения росло. Какую работу вашего управления вы считаете наиболее важной? Ну, конкретно отразить важное направление моей работы я не могу, в принципе, они все важны, потому что в совокупности управление работает на то, чтобы жители города нашего были довольны, то, что они проживают в Махачкале, и что, в принципе, для них делается все городом. Не могу сказать, по объему работ, конечно, у нас больше всего это дорожная деятельность и благоустройство дворовых территорий. Ну, и само собой, есть текущая работа и проблемы решения которых, в принципе, например, даже с тем же электросетевым хозяйством. Большой объем работы за эти два года, третий год мы работаем именно в части улучшения электрохозяйства, нормативной поставки электричества населению. Администрация города была проведена и проводится в дальнейшем тоже. У нас более 25 трансформаторов по санкции мы установили в основном это все поселки, окраины города. Да, очень много линий протянули мы электрических, высоковольтных, низковольтных. Ну да, особенно пригородные поселки. Да, в основном это практически вся работа на пригородном поселке. Очень много благодарности от людей. Ну, по мере того, как муниципальный бюджет, то, что может позволить, мы эту работу проводим. Учитывая, что у нас и пандемия уже сколько времени длится, и много коммерческих объектов, можно сказать, банкетный зал, что не работает поступление в бюджет налогов. В принципе, муниципальный бюджет, он складывается из поступления налогов, и всего остального. Как бы хотелось чуть больше, но я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем увеличить темпы нашей работы и, само собой, вырастет количество довольных людей. Ну, наш показатель – это как можно меньше обращений, жалоб и всего остального. Начались ли работы по благоустройству города? Да, на сегодняшний день уже у нас начаты работы по благоустройству дворовых территорий. В этом году мы делаем тоже 23 дворовых территорий. Мы старались выбирать именно те самые крупные, большие, с большим охватом населения, проживающих в этих дворах, по нескольким многоквартирным домам. Уже работы начаты. На сегодняшний день из 23 уже в 9 дворовых территориях в полный рост тут работы. Мы, в принципе, можем как-нибудь даже увидеть, выехать. Эта работа уже начата по общественным пространствам. На сегодняшний день у нас проходят конкурсные процедуры по определению подрядной организации, кто будет заниматься благоустройством общественных территорий, парки, скверы. В ближайшее время, я думаю, уже подрядчик будет определён, и работы будут начаты. То же самое по дорожному хозяйству, по тем финансам, которые были выделены на сегодняшний день на город Махачкала. То же самое в процессе определения подрядной организации сейчас определения объявлений конкурса. После чего тоже будут начаты работы. За последнее время в нашей столице проведена огромная работа по программе «Комфортная городская среда». Вот сколько всего дворов и общественных территорий было благоустроено за это время? За это время было благоустроено 176 дворовых территорий, 37 общественных пространств. Плюс, учитывая, что на текущий год у нас ещё запланировано 23 дворовых территории и 7 общественных пространств, то это уже будет количество приличное. Как горожане относятся к своим дворам? Берегут ли махачкалинцы отремонтированные территории? Ну, вы знаете, везде по-разному. Всё зависит, конечно, от тех жителей, которые проживут в этих дворах. Например, ну, есть такие дворы, можно сказать, показательные. Люди ухаживают, цветы сажают, деревья сажают, убирают, моют, подметают. Как бы так стараются поддерживать в нормальном состоянии то, что им сделано было в рамках этой программы. Ну, есть, конечно, такие заброшенные дворы, где всё зависит от того, кто там проживает. Особенно, да, эти дворы, где много там квартирантов проживает, им, в принципе, это неинтересно. А так, там, где украинские жители, местные жители, в основном, там эти дворы, они как бы ухаживают, стараются ухаживать. А вот как вы думаете, что может сделать отдельно взятый житель города для того, чтобы наш город стал ещё лучше? Моё мнение такое, если мы немножко будем чуть-чуть и аккуратнее, образно говоря. Ну, понимаете, в плане того, чтобы не сорили, не ломали то, что им. Тоже игровой оборудование, как бывает обычно, ну, детская площадка, смотришь, катаются, как говорится. Взрослые люди. Взрослые люди, да. У нас не рассчитано на всё это. После чего, конечно, там происходят какие-то поломки. Вот немножко понимания и, наверное, культуры в плане чистоплотности. Я думаю, это будет главная поддержка от населения. А какое количество дворов и мест общего пользования планируется благоустроить в этом году? 23 дворовых территории и 7 общественных пространств. Это какие улицы, так примерно, общественные территории, где? У нас набережная городского пляжа, часть вдоль озера парка Агель, по Моносрудиному проспекту, где апельсинный торговый центр. Там тоже у нас есть территория, где мы будем благоустроить в этом году ее. А какая работа там будет проводиться? У нас там будет проводиться работа по укладке тротуарной плитки, по подготовке под озеленение и озеленение. Установка малых архитектурных форм, это скамейки, урны, уличное освещение. Где-то будет игровое оборудование, детское, где возможность такая будет установить по площадям. Там разные определенные виды работы, но будет красиво. В принципе, раньше проведенную нами работу, наверное, в принципе, видят люди. И я думаю, что они все, в принципе, эти территории, где были проведены работы благоустройства, они начинают притягивать народ, население. И, само собой, я думаю, что это хорошо. Программа «Безопасные качественные дороги». Сколько улиц было заасфальтировано по этой программе за все время реализации? За все время реализации по этой программе было отремонтировано 445 улиц, продвиженностью 355, почти 356 километров. Общая сумма из проведенных работ порядка 3 миллиардов 770 миллионов. А какие планы на этот год по этой программе? В этом году, на данном этапе, учитывая то, что нас профинансировали на 457 миллионов, мы разыграем конкурс на ремонт и капитальный ремонт 30 с лишним дорог и улиц города. С какими трудностями вы сталкиваетесь в ходе реализации этих программ? Ну, основная трудность, я уже, в принципе, говорил, это с тем, что все эти ветхие, работу проводим не всегда, не везде, в принципе, под ресурсоснабжающей организацией. Они работу-то проводят по замене сетей. Но где-то остаются такие участки, где, в принципе, что-то не поменяли, где-то на стыке начинает утечка быть или там кабель повреден, может быть. После чего, конечно, приходится... Основная проблема с этим у нас, именно с сетями, с ветхими сетями. И со сроками, наверное, задерживают они? Конечно. Это все исходит из этого, потому что в процессе проведения работ приходится определенное время ждать, пока эти сети будут заменены. Заменены, приведены нормативные состояния, это время. У нас, учитывая, что сроки исполнения данных программ не такие уж большие, поэтому стараемся каждый день в режиме контролировать эту работу в взаимодействии с суснабжающими организациями. Составляем планы, графики. Со сроками именно, и уже по этим графикам мы проводим совместные мероприятия по замене ветхих сетей, чтобы в дальнейшем, после проведения работы по тем же дорожным покрытиям, по благоустройству территории, не было проблем с раскопками и со всем остальным. Проводится ли замена ламп уличного освещения? Конечно, само собой, это работа в постоянном режиме. Для этого есть у нас специализированная организация. Как бы ездят по городу? Конечно, ездят по городу, мониторят, есть обращения, жители бывают, уезжают оперативно, эту проблему решают. Эта работа ведется в ежедневном режиме. А заявку куда можно подать? В заявку можно к нам в управление подать рамку ЖКХ. По звонку принимаете? По звонку тоже принимают. И, в принципе, туда же в городскую аварийную ремонтную службу тоже. Обычно после зимы некоторые улицы находятся в неудовлетворительном состоянии. Когда планируете начать ямочный ремонт? И на каких улицах? Ну, это, в принципе, ситуация штатная. Мы понимаем, что после выпадения осадков, предлуждительного, как говорится, зимнего периода, в любом случае, те слабые места дорожного покрытия, они приходят в негодность. Эта работа тоже у нас ведется в постоянном режиме. На сегодняшний день, я считаю, где-то, ну, скорее всего, где-то эту работу и сейчас проводим. Ну, глобально она будет уже после наступления нормальных прессовых температур. Потому что при укладке асфальта необходимы определенные погодные условия. То же самое при нанесении разметки, восстановлении пешеходных переходов, линии раздела, разделяющих полосы движения и все остальное. А вот что касается улицы Каркмасова, там работы завершены уже? Нет, по улице Каркмасова у нас работы не завершены. В соответствии с контрактом, подписанным с подрядной организацией, работы должны быть завершены 31 марта текущего года. Ну, что там на сегодняшний день практически завершена работа по укладке асфальта. Она, в принципе, уже завершена. Дорожную работу мы провели на сегодняшний день. Уйдут работы по укладке тротуарной плитки. Потому что там, получается, этот проект у нас в рамках нескольких программ был. Ну, там уже, наверное, видели, там идут уже темноквартирные дома. Фасады приводят в нормативное состояние. Побелка, покраска. И сами работа по благоустройству должны быть завершены 31 марта текущего года. Очень хороший проект, красивый проект. Да, само собой, много жалоб от водителей, что там сузили улицу. А с чем это связано? Почему сузили? Данный проект, он считался как пешеходно-ориентированный для туристов, для жителей города, чтобы им можно было спокойно прогуляться. Там будут очень красивые мафы установлены, там клумбы, скамейки, освещение, там велодорожки. Там интересный проект сам по себе. Ну, когда в процессе работы, ну, само собой, никому же не нравится, там разруха все. Но эта стройплощадка там другого быть не может. Окончательный вариант, я думаю, обрадует многих. В первую очередь, конечно, это будет как центр притяжения для туристов города. Ну, не автолюбители. Не автолюбители, да, ну, что делать. Я тоже водитель, ну, у меня нет такой привычки, если я хочу куда-то дойти, например, машину бросить и идти туда, вот через дорогу перейти. Я могу и пешочком пройти. Для этого будут там парковочные места. Будут, вы видите, карманы, там сделаны специальные датуары. Там одностороннее будет? Нет, там будет двустороннее движение. Ну, вопрос данный пока рассматривается. Мы уже в процессе определим, как лучше будет. Если слишком большие датура будут, может, наверное, придем к тому, что делаем одностороннее. Но это вопрос пока. Но там насыщенное движение, поэтому без датуров не обойдется. Есть такое, да. Но это уже будет видно потом. Дальше. Что бы вы хотели пожелать работникам коммунальных служб? Коллегам. Да, вашим коллегам. Ну, в первую очередь, конечно, понимание и взаимодействие полное. Так как мы делаем одно дело, мы работаем на благо людей, жителей этого города. Ну, терпение, тому с собой, в нашей тяжелой работе. А каковы перспективные планы у жилищно-коммунального управления на этот год? Ну, в принципе, у нас работа, план работающий есть. То же самое, это реализация двух федеральных проектов наших. А помимо этого? Безопасные качества автомобильной дороги, федеральные формирования комфортно-городской. Среди планы этого еще у нас заполнена в этом году реконструкция еще двух парков. Есть такая программа, несколько инициативы в рамках этой программы. Ну, и само собой, текущая работа, это, конечно, то же самое установка контейнерных площадок. Замена, где по необходимости дополнительная установка. Это уже контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Ну, и текущая работа, это, конечно, то, что мы, в принципе, обговорили, это по поводу уличного освещения, ямочного ремонта, озеленения города. Также, наверное, проводится работа на сегодняшний день по проектированию ливневой системы города Махачкалы. После чего уже будет начата работа по строительству, по ремонту и строительству действующей ливневой системы в целях избежания потопления проблемных участков города. Это по всему городу? Да, это по всем проблемным участкам, да. Где у нас мы наблюдаем постоянную проблему в соответствии недалековых вод. Как обстоит дело со сбором твердых бытовых отходов? Вы, в принципе, как обывательное, видите, понимаете, что на сегодняшний день у нас ни коллапсов нету. Мы, как бы, по мере возможности стараемся своевременно всю работу проводить по возу твердых коммунальных отходов, хотя, в принципе, это большая нагрузка на администрацию города, на муниципалитет. Салам Акадьевич по просьбе руководства республики пошел на эту меру. Наш МГУ Махачкал-1, он сегодня является рекоператором. И проводит работы нами также. В конце прошлого года мы начали закупать контейнера для сбора пластика, учитывая то, что вся страна идет к раздельному сбору коммунальных отходов. Ну, единственная проблема, конечно, в дальнейшем с сбытом этого всего и с тем, что куда все это уйдет, на переработку, на все остальное. На сегодняшний день у нас очень малый объем предприятий, которые практически их нет, занимаются сбором вторсырья и личной переработкой. Хотя вот... У нас в Дагестане есть такие предприятия? Вот, в Кизельюрте в прошлом году открыли такое предприятие, которое занимается именно изготовлением скамеек, урн, разных элементов городского благоустройства, именно из вторсырья. Ну, это как пилотный проект, мы встречались, разговаривали, в принципе, очень интересные качества, продукции хорошие, и долговечность высокая. Ну, пока на сегодняшний день по себестоимости она, конечно, чуть выше, чем то, что есть. Ну, в плане долговечности и качества, это очень хорошая продукция. Я сам тоже был в этом предприятии, видел то, что там происходит. Там как бы замкнутый цикл, то же самое, у нас с ним договоренность есть с организацией штурм. Они будут принимать на что-то сырье, и в дальнейшем мы планируем с ним совместно поработать. Ну, я думаю, дальше это направление будет развиваться более так. Да, было бы очень хорошо. Да, это было бы очень хорошо. На самом деле мы решили много проблем, учитывая, что тоже вторсырье приносило большую пользу. А сортировкой кто будет заниматься? У них же есть... В принципе, сортировкой заниматься будет на северную. На сегодняшний день мы начали устанавливаться, обратили внимание, оранжевые такие сетчатые контейнера, именно для сбора пластика пока. У нас пока в частном секторе, например... Мы их в прошлом году закупили порядка 70 единиц пока на пробу. На сегодняшний день решается вопрос сортировкой. Когда он будет решен, уже тогда, конечно, количество их увеличится, они будут на каждой контейнерной площадке. Я думаю, что... Но дома многие махачкалинцы ждут этого. Потому что... Ну, тому собой, это необходимость. Сознательные люди... Это необходимость, просто... Не принимают... Не все в данном направлении, практически, можно сказать, не все. Есть определенные полномочия, распределенные законодательством, согласно которым должны работать все заинтересованные в этом структуре. Что касается муниципалитета, мы свои полномочия исполняем. И по установке контейнерных площадок, и по разработке генеральной схемы, и по обведению реестра контейнерных площадок. Единственное, конечно, у нас очень часто там осталась проблема, что люди начинают жаловаться. Никто не хочет у себя во дворе иметь контейнерную площадку. Мусор и все остальное, как бы... Ну, хотя всегда они были во дворовых территориях. И так их слишком много... Подальше от себя. Да, подальше от себя. Вот каждый день вот эта проблема у нас есть, обращается в Роспотребнадзор. Но, учитывая, что слишком высокоплотность застройки нашего города, выхода нет, и должно быть понимание. А вот то, что как раз к тому же вернемся от людей, от жителей, что какая помощь и все остальное. Немножко объективнее к этому относиться и понимать, что это необходимость на сегодняшний день, что других вариантов нет. А если не будет контейнеров, например, там просто будут мусорные свалки. Это намного хуже. Вот такое пожелание к жителям нашего города у меня тоже было. Вот с какими словами вы хотели бы обратиться к махачкалинцам? Ну, терпение, понимание, наверное, поддержки, помощь. Все-таки мы то, что проводим ту работу, мы стараемся это делать именно для жителей города. Для кого-то конкретно, а именно для всех жителей нашего города. Для комфортной жизни. Для комфортной жизни, да, да. Не все в наших силах, в наших руках, но то, что мы должны делать, мы делаем. И даже намного больше где-то в чем-то. Шамиль Ахмедович, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо вам. Вам спасибо. Приходите к нам еще. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова